так давайте поговорим об инба после ролика это не так Потому что если у вас есть drive, дисциплине, и resolve делать то, что нужно сделать то, что нужно сделать то, что результат будет иметь. у меня что-то расинхрон был во время ролика звука скажите меня вообще слышно вот сейчас на фоне музыки кажется уровень игры немножко громковат и Продолжение следует... 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 Отлично. Мы помогли ему потерять мяч. Ну что, Мак, покажи класс. О, вкусно попали. Нам показали, что мы немножко раньше отпустили бросок, чем нужно. Тайминг броска был чуть-чуть раньше. В этой игре, ну, я лично использую всегда для бросков клавишу X, то есть я кнопками кидаю, а правым стиком я предпочитаю дриблин делать. Конечно, моим текущим игроком дриблинг особо не поделаешь, но когда вы играете в нормальных игроках МБА, они очень хорошо делают финты и дриблинг именно правым стиком. Я считаю, что это более эффективно, использование правого стика между ними, использовать его в качестве броскового. Ну, Кап, кидай быстрее. Да я же тебе такой поставил шикарный заслон. Вот так вы, собственно, играете эту игру за игрой и прокачиваете своего игрока. Я, наверное, все-таки доиграю, еще порассказываю этот режим, потому что он просто шикарный для новичков. Очень рекомендую, если вы просто даже задумывались когда-то о том, купить ли, нет, вообще смотрели МБА, вы не представляете, нужно ли вам это. Значит, стоит купить и поиграть. Причем, совсем даже не обязательно покупать последнюю версию, можете купить с рук. Этот режим, он, ну, скажем так, уже давно не развивается особо сильно. В прошлом году он был примерно такой же по качеству. То есть я не уверен, что стоит тратиться именно 2-2,5 тысячи на последнюю версию игры можно ограничиться прошлым годом, например. Немножко рано опять отпустил кнопку броска. Можно было это делать позже. Так, парень, я передержу номер один. Пас отдай. От того, как вы отдаете пасы, вам тоже, даже если игрок не бросает, если вы правильно пасы вовремя отдали, вам вычисляются очки. Слон-то вставьте. Эй! У меня отличная бросовка, видимо, игрок выдохся уже. Сейчас будет тайм-аут, я возьму тайм-аут и поменяю. Будем ему отдохнуть. Хотя он, видите, шкала внизу, голубенькая. Опа! Видите, здесь у меня вычли очки опыта, то, что я пропустил противника к щиту. И он забыл мне голову. Напишите, все ли хорошо видно, слышно. Вообще, все ли понятно, объясняю. Вопросы обязательно задайте мне, вопросы, потому что я со своим большим опытом игры не всегда понимаю, что может быть интересно тем, кто меня смотрит в прямой трансляции, в записи. Обязательно опишитесь. Отлично. Опять, да? Вот этого чувака тяжело держать. Он все-таки реальный игрок МБА. Отлично от нашего Слоу-Пока, который только начинает свою карьеру. Ну-ка, что ж ты паста отдал, а? Ну-ка, нормально все равно. Паста, естественно, тоже хорошо. Это значит, что после нашего паса последовал следующий пас. И он уменьшался успехом. Кидай, чувак. Не попал. Ну да, у меня уровень трехочковых, что пока не очень. Я обычно рекомендую прокачивать такие навыки, как бросок с двухочковой и трехочковой дистанции. Это то, что вам прежде всего придется делать и на чем можно зарабатывать дальнейшие очки опыта, развивать уже потом, предлучиться. То есть вы не пытаетесь тратить все очки сразу же на... ну, то есть покупать все потихоньку. Обязательно тратите на что-то конкретное в зависимости от вашего стиля игры. Это гораздо важнее. И даже, скорее всего, в первую очередь надо именно двухочковую прокачивать. Пасадай! Эй! Алеша! Бах! Отлично. Передача. Передача. Видите, я всего лишь нажал одну кнопку. И все, пошел в игру. У меня надо занимать четыре раза, а то и больше, кнопку, чтобы вступить в игру. Пасадай! У меня совсем игрок не прокачан, так вот должен сейчас будет забивать. Очень из хорошей позиции кидал. Отличный пас, и его, конечно же, накрыли, а. Кстати, в отличие от новой, я уже, блинка, поиграл. Отличие 2K14 от предыдущих игр серии в том, что здесь все-таки гораздо лучше накрывают под кольцами, и это очень здорово. Я просто счастлив от того, что они наконец-то догадались это сделать. Задавайте в чатике вопросы обязательно по игре. Неинтересно, какие-то ваши предложения возникнут. Пасадай, дурень! Пасадай! 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 Вы сказали, что я неплохо защищался. Поехали дальше. Мне подсказывает сейчас искусственный интеллект, что мне нужно работать над более высоким процентом попадания. Вот как хорошо древелирует, а? Хорошо, что мы парни-то помогли мне. Почему не попадают вот такие броски, а? Сейчас пока вот этим свеженьким игроком вообще, кроме того, что хорошо по сет давать, очень тяжело зарабатывать очки нормальными. Вот так можно пройти. Мне поставили хорошую стеночку, я прошел. Идеально нужно стараться, чтобы вы всегда в игре у вас, ну, по крайней мере, не в первых, конечно, играх, но минимум уже после десятой игры, чтобы вы на плюс заканчивали игру. Так быстрее всего вы будете прокачивать своего персонажа, и он быстрее станет звездой МБА. Проверить пример участия в матче всех звездов, связаться получать ачирмент. Быстрее с Джорваном подпишите контракт, ну и так далее. Все другие плюшки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Отлично, что там не забил Субтитры сделал DimaTorzok Отлично, что там не забил Субтитры сделал DimaTorzok Оба прям под кольцо Хорошо получилось Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо Хорошо Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимеTorzok ДимаTorzok Не очень мягкий, наверное. Ну что, спортивные симуляторы входят с настоящим спросом, тут я еще и беру это не только шутеры, но только для кого ждут, и, короче. На игру нужна нравится еще сама игра в реале, потому что она против нормальная на виртуальный симулятор. А некоторые вообще не признают гидры, компьютерные, консольные и так далее. Поэтому тут все осложняется, а гидра слишком сокращается. Ой-ой-ой, пройдет ведь, а? Я думаю, сон вы зажрали. Угу. Угу. Патру, пас, петербургер, пёб, пёб. 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 Песня, пёб. Русские. Который Зелин! Так, ну не походи. Отлично. Забрали. Давай, пас. Который Зелин, почему они не кидают куда-то крутые? У них недоработка искусственного интеллекта или еще что-то. Была возможность у него, как только я ему дал пас, сделать результативный бросок. Но он не стал. Ну как хотя бы догадался. Видите, у меня уже Б плюс. Как я говорил, можно до А плюс дорасти. Нужно отдавать интенсивные передачи, хорошо защищаться. И, конечно, стараться забивать. Поначалу забивать очень непросто. Давай, забивай, большой парень. У меня настолько слабенький еще персонаж, что он даже такие элементарные броски не забивает. Дальше. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чем тут это дадут? Продолжение следует... 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 Ух ты, четко так кинул и не промазал, я логики не вижу. Абсолютно открытый игрок кидал. А этот кинул какой-то дурной совершенно бросок, абсолютно глупый бросок, через защитников и попал. Ух ты, столбная, молодец. Немножко более ватное управление стало игроками по сравнению с прошлым годом, надо немножко привыкнуть к нему. Я еще не могу даже поделиться, лучше она стала или хуже мультиплеера. Скорее лучше, чем хуже. Но то, что управление мне не очень нравится, это однозначно в этом году. Это вообще какой-то бич последнего игр управления. Ух ты, поставили какую-то шляпу. Называется блокшот. Вот посмотрите, какой-то тупой интеллект искусственный, я вам сейчас покажу. Вот это моя основная претензия всегда была игре. Вот, сейчас специально покажу. Так, а как же мне уменьшиться? Вот смотрите. Вот бежит впереди игрок. По идее, он должен был прикрывать вот этого. Но он куда-то раз и пошел куда-то в сторону. Хотя, никого впереди него не было. Соответственно, вот забит гол. Это тоже та проблема, которую никак не могут поправить. Окей. Из года в год искусственный интеллект страдает. Почему-то тухачковый засчитали, хотя я с трешкой вроде бы кидал. Ну, ладно. Так, выберем держать хаус-кор трэп. Это моя любимая защита. Забил. Через умчик, а. Еще и мяч заветел. Мэло прошел под кольцо. Забил. Ох, сейчас там свободно. Забещаться всеми. Вот, отлично. Прыжок за мяч. Мы проиграли почему-то. Пинг чувствуется очень большая задержка вам на стриме. Ой, елка-палки. Незаметно это на видео будет. Ну, вроде бы неплохо кидал. Почему-то не попал. О-о-о-о-о. А-а-а-а-а-а-а. О-о-о-о. О-о-о-о. 16 пунктов до конца атаки у противника пока я играю онлайн мне тяжело достаточно комментировать потому что каждая ошибка стоит, как правило, дорого мяч нужно кидать штрафным правым стиком сначала его опускать, а когда в максимальной точке находится мяч, рука бросающего, соответственно, отпускать стик, поднимать его вверх. Сейчас мы правильно все сделали, сейчас сравнялся. Ставили одного. Надо поверить защиту, раз он так неплохо трешки бросает, сделать ее просто прессинг. Мелла что-то мазать стал, какой снайпер. Зло. 5 фолил заменить тренер а у него скорее всего не включены автоматические замены обманул болит болит прорезь немножко раньше спускать стекли это так вот экран трясется это можно нажимать рт-лт и он трясется таким образом не мешает противника кидача но мы играем у него дома я думаю почему он так лучше чем я попал дает и нужно имау брать прикип от выдохность обмару вообще не допущий Хорошо, разыграл, молодец. Так, сейчас я возьму тайм-аут, а потом... Я рекомендую, когда вы берете тайм-аут, здесь вот есть такие менюшки. Можно увеличить режим темп нападения, но я рекомендую вот это вот сделать, прессинг увеличить. Остальное можно не тронуть. Можно также проверить игроков, кто кого держит. Ну все, поехали. Ну как же так-то, а? Немножко раньше отпустил мяч, чем нужно. Я рекомендую всегда быть в защите, центровым, либо пауэр-форвардом. Потому что этими... Они меньше всего забивать будут противополазные команды. Мэла, молодец. Какая-то новая появилась статистика в правом верхнем новом, видите, да? По амарах, стадо маэра. Хорошо по сет дает, как-то молодец, нападение хорошее. Что вы скажете? А защите? Не очень. Да. Ну вот. Има, ямбер. Мори, Сбейс! ух ты блокировали да не может быть такого я вас умоляю в жизни не было такого конечно же а то что он там стоит хотя бы у меня малыш разозлился и спалил ух ты подобрал а и тут же получил шляпу шляпа я уже говорил ой не 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 тоже нереально сзади вообще-то в мба даже блокировать нельзя а пусть травма опасно переборщили немножко конечно то пусто то густо в следующем году умер опять блоки уберут совсем ну как же не тому отдал постовую до передохнем на ульта это будет Их ты, хорошо. Зилай. Раньше Нью-Йорком не играл в основном за Майами в виртуальном баскетболе. Ух ты, хорошо. Наконец-то защищаться стало выгодно. На тебе. Ух ты, хорошо. 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 Я, честно говоря, не знаю, как в этом году навешивать, я забыл опять комбинацию, она изменилась, поэтому я не рискую Пока в ноздрю идем Самая интересная у меня игра была, когда я проигрывал за минуту до конца, 11 очков смог выиграть игру Это было вообще эпик Сбегthe Блин, да? О! Вспомнил вот это справа, статистику, которая показана я раньше была, я просто и убрал, а сейчас не убрал, надо вот убрать из настройка, она мне реально мешает, что-то отвлекает постоянно от самого главного. Да, искусственный интеллект на высоте, почему вот защитнику не вернуться, не подстраковать Омара Сталмайера, потому что он забил только что мяч, нет, совершенно нет. Ой, я пишу, что он не дошел, получается, что он улетел куда-то. Из-за того, что бить сверху, видели, игрок решил положить мяч перед защитником, как на блюдечке, наивный. Тоже недоработки из постного интеллекта, чем порой глупо ведет себя. А что здесь, все это. за тайграми. Мне еще не отбирают, у меня лучше. Блин, он хорошо блокирует, все-таки ничего не скажешь. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Догоняем потихоньку. Кроме Трохачкова, кто толком ничего делать не умеет. Я сейчас поменял немножко оборону, сразу же начал поцелевать. Добро пожаловать! 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 Без комментариев! Добро пожаловать! 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 короче из-под защиты попадал несколько раз подряд. Каким-то лохотроном Харри. Вообще звать никто, что за игрок такой. Никогда о нем не слышал, он фигачит по нескольку трешек подряд. Баланс офигенный просто. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Кто-то тут написал, что Брайант может пять трешек попасть подряд. Я не понимаю, зачем сравнивать одно место с пальцем, так сказать. Кто такой Брайант и кто такой Кари? Вы понимаете вообще? Великий игрок и какой-то новичок по скейтболе. 13 очков. Все, конечно, возможно еще. Три Остин. Три Остин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мультиплеер все должны быть в равных условиях Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Зачем он сформил этот дурак, что ли? Ну ты мужчина, потому что тебя забил в глаза. Пиши, ты молодой, чем ты взял. И я взял. Ладно, всем спасибо. Парень какой-то, видите, очень большой отморозок. Очень хочется почему-то время потянуть. На этом заканчиваем наш обзор NBATK14. Всем спасибо, что пришли. Завтра стрим будет, я надеюсь, по Gears of War Judgment, если мне удастся собрать народ. Так что приходите завтра в час по Москве. Надеюсь, будет интересно. Ну и не забывайте заходить на GamerStv.ru. Мы вчера объявили розыгрыш Assassin's Creed игры, предзаказ для профессионального компьютера. Так что вы можете в нем поучаствовать. Розыгрыш будет проходить в воскресенье, 20 октября. Успевайте. Подписывайтесь, обязательно, на группу ВКонтакте и узнавайте все последние новости и розыгрыши. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok